Дорогие зрители, сегодня мы хотели бы поприветствовать вас цитатой члена политической партии Германии, Христианско-демократический союз Вилли Вимера. США решились на то, чтобы в Европе снова началась война. В понедельник газета «Судвестпрессы» под заголовком «Страх перед пожаром» на тему Крымского кризиса дала ясно понять, аннексия других бывших советских республик была бы прямым путем к войне. Тем самым СМИ открыто говорят о возможной войне с Россией и все больше выставляют Путина деспотом, одержимым властью. Тем не менее, люди не хотят ничего большего, чем мирного сосуществования в Европе и во всем мире. Это доказывает, в частности, мирная инициатива израильтян на Рони Эдри «Израиль любит Иран», которую в настоящее время посещают на Фейсбуке около двух миллионов человек в неделю. Если никто не хочет войны, тогда как это возможно, что народы доводят до войн? Где же эти реальные поджигатели войн, которые снова и снова добивались успеха в современной истории, так манипулируя народами, что большинство внезапно начинало пропагандировать войну? И СМИ здесь играет ключевую роль. Уважаемые зрители, сегодня канал «Стена плача» сделает для вас обзор истории великих войн прошлого и до наших дней. В детекторе лжи мы противопоставим голос СМИ и голос против. Первая мировая, 7 мая 1915. Немецкая субмарина торпедирует британский пассажирский лайнер «Лузитания». Америка вступает в войну против Германии. США принесли в жертву 1200 пассажиров, чтобы иметь предлог для вступления в войну. Выстрел торпедой был целенаправленно спровоцирован, хотя Германия заранее предостерегла в американских газетах пассажиров лайнера от плавания на корабле. Вторая мировая, внезапное нападение Японии на Пёрл-Харбор. Погибло 2400 американских солдат. На Пёрл-Харбор не было совершено внезапного нападения. Американский президент намеренно проигнорировал предупреждение канала новостей, потому что США хотели вступить в войну. До нападения 83% американцев были против вступления в войну. После нападения 1 миллион американцев записались добровольцами. Война во Вьетнаме. Вьетнамские торпедные катера атакуют американских истребителей в Токинском заливе. Бывший министр обороны США Мак Намара позже подтвердил, что этот инцидент был ложью. 58 тысяч американских солдат и 3 миллиона вьетнамцев поплатились за эту ложь своей жизнью. Первая война в Ираке. Одна медсестра ведет перед Конгрессом США отчет, что иракские войска убили младенцев из инкубаторов. С незначительным большинством голосов Конгресс одобряет войну. История про инкубаторы была ложью, которая была вознаграждена 10 миллионами долларов США. Война в Афганистане. Террористический налет на Всемирный торговый центр. США реагируют на это войной против терроризма и бомбандируют Афганистан. В развалинах торгового центра было найдено взрывчатое вещество – нанотермит. Факт взрыва подтверждает управляющий зданием и многие очевидцы. Вторая война в Ираке. Саддам Хусейн владеет ядерным оружием. Также после войны не могли быть представлены никакие доказательства. Это было чистейшей воды ложью. Дорогие зрители, видите ли вы здесь красную нить этих подстрекателей войны? Они всегда действовали из Америки и всегда распространяли свою ложь посредством СМИ. Наш фильм «Террористические акции так называемых мирных демонстрантов» от 6 марта доказал то, что СМИ в очередной раз солгали и беспокойства вновь были инициированы Америкой. Позволит ли народ снова обманывать себя? Спасение может прийти только через зрелых граждан народа, которые помогают тому, чтобы была раскрыта пропаганда лжи СМИ и подстрекатели войн были выведены в свет. Хотите ли вы помочь нам в этом? Тогда вступите с нами прямо сегодня в контакт и примите активное участие против всякой пропаганды лжи и результирующей из этой пропаганды войны. Мы рады вашей поддержке и благодарим за ваше внимание.